То, что сегодняшняя девятая сессия городского совмета 7-го созыва отличается от всех предыдущих, стало понятно еще в ходе в актовый зал ДК «Молодежный». Здесь в поддержку предпринимателя Савелия Вашуры собрались активисты со своими питомцами – попугаем, черепахой, хреками и лошадью. В руках у собравшихся были плакаты с надписями «Сила зверей, наше село это умней, господа вы звери, Бородин не отбирают детей зоопарк». Все это было адресовано партией Максима Бородина «Сила людей», руководитель которой недавно обратился к Савелию Вашуре, строящему в Крамеусском районе Мариуполя зоопарк, по поводу того, что проект землеустройства по строительству производится не в правовом русле. Савелий Вашура рассказал, что его пришли поддержать люди, которые неравнодушны к нашему городу и болеют за животных, для того, чтобы на сессии депутаты приняли правильное решение. «Хочет, он сильно такой правильный, тем более, когда война начиналась, мы попросили, пришел, попросил я директора завода Зинченко Анатолий Иванович, он сказал, буду помогать. То же самое, горсовет, выделили первоначально землю. А потом же сессии не было, помните, военные действия, все. Если бы не было этого, уже все документы были оформлены. Ну, сейчас уже все, сегодня примут, и оно бы оформлено. Ну, просто ни с чего что-то сделать, пропиариться. Это вот они это, всегда они делают в городе, во всем. А хотят, чтобы сами ничего палятся, палятся. Клумбу за всю жизнь подзадил, клумбу. Вот это все. А куда же детей будут в клумбу водить ему? Поэтому люди правильно понимают, правильно пришли. Это активисты, которые пришли поддержать. Савелий Анатольевич также рассказал, что ко дню города строительство зоопарка должно завершиться. В ходе сессии при обсуждении вопроса о выделении земельного участка Савелия в Ашуре, Максим Бородин пояснил, что не собирается спекулировать на этой теме и зарабатывать себе политические очки. Я хочу сказать, ну, в первую очередь, убрать все спекуляции по поводу, тут пытаются это представить, как будто кто-то из партии силы людей или фракции силы людей против зоопарка. Но если кто-то из этих людей найдет хотя бы одно высказывание против, я лично готов ему материальную компенсацию тысячу гривен предоставить из собственного кармана. Потому что ни одного подобного высказывания ни в средствах СМИ, ни в личном общении с кем-либо не было. Вопрос другой, что с самого начала мы говорили лишь об одном, что мы за решение зоопарка, но в законном общении. Благодаря тому, что мы подняли вопрос, решение изначально, которое звучало с неправильным катастрофным номером и с неправильным объемом площади, которое рассылалось в том числе депутатам перед этой сессией, было в итоге исправлено. Единственный вопрос, который остается на данный момент, в том, что в текущем решении звучит, Дмитрий Викторович, наверное, вопрос к вам, что еще до видовыленные тандаты из земель к житлову, это громадская забудовая, при том, что на кадастровой карте эти земли звучат, как для будивницы, для обслугования объектов рекреативного призначения. Прокомментируйте, пожалуйста, с чем связано неправильно или мы неправильно трактуем, почему в решении звучит так. Начальник управления земельных отношений городского совета Дмитрий Титов пояснил, что под строительство зоопарка выделяется земля, которая частично состоит из парковой зоны и частично из земель запаса городского совета. Сегодняшний день в кадастровой карте уже должен висеть тот участок, который будет выделяться частному предпринимателю. В какой момент времени вы смотрели в кадастровой карте эту информацию и проверялись? Сегодня с утра. Ну, я затрудняюсь ответить, почему там так написано, но у нас участок площадью 3,5 гектара состоит из земель, которые ранее были в пользовании комбината, и земель взяла общественные застройки, которые являются землями запаса. То, что в проекте решения, которое выносится на рассмотрение все благополучное с юридической точки зрения, подтвердил директор юридического департамента Максим Пасько. Креационные зоны, они есть в те территории, где человек оздоравливается и там, где он отдыхает. Я не знаю, как там... В плане того, что, понимаете, если рассматривать, что такое рекреационные зоны, это именно те территории, где человек отдыхает и оздоравливается. Вопрос был поставлен на голосование. Решение было принято большинством голосов. Ставится вопрос на голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. За, против, воздержались. Прошу зафиксировать. Решение принимается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин